Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Черкесский состав с вручения государственных наград людям, отличившимся в различных сферах деятельности, мероприятие приурочено ко дню Конституции. А 14-летние жители республиканской столицы получили паспорта. Главный в жизни документ гражданина России вручили сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии. Что делается для стабилизации эпидситуации, темпы вакцинации в Ижигутинском районе, сколько на сегодняшний день привиты и скольких предстоит. Купить качественную свежую рыбную продукцию из Камчатки можно в Черкесске. На ярмарке представлен широкий ассортимент морепродуктов. 12 декабря страна отметила День Конституции. В Черкесске в этот день прошло праздничное мероприятие, на котором глава республики Рашид Темреза вручил государственные награды самым достойным в своей профессии. Подробности у Али Баташева. В зале торжеств царили радость и волнение. Оркестр играл неувидающую классику, а награды и медали ожидали своих победителей. Ровно 28 лет назад был принят основной закон страны. Конституция стала важным этапом в становлении современного российского демократического государства. И сегодня она надежно защищает права и свободы каждого жителя страны, отметил Рашид Темрезов, открывая мероприятие. В прошлом году, в том числе и жители нашей республики, как и в целом всей страны, очень активно приняли участие в поправках к нашему основному документу, который действительно сегодня отвечает всем самым современным реалиям и требованиям. Мы должны укреплять демократические институты, искать эффективные пути развития экономики, улучшать качество работы органов региональной и муниципальной власти, совершенствовать социальную сферу. Каждый присутствующий сегодня в зале своим упорным трудом вносит вклад в обеспечение стабильного развития и процветания нашей республики и, конечно же, Российской Федерации. По-прежнему острым остается вопрос по борьбе с ковидом. На передовой с первого дня стоят медицинские работники, каждодневно спасающие жизни и здоровье людей. Рашид Темрезов вручил орден Пирогова биологию Центра гигиены и эпидемиологии республики Людмиле Середа. 12 врачей были удостойны медали Луки Крымского и за заслуги перед Отечеством второй степени. Еще трое получили благодарность президента Российской Федерации. Я хочу искренне поблагодарить Рашиду Бориспеевичу и правительству Врачаево-Черкесской республики за внимание, которое уделяется нам, простым дружинникам республики. Я хочу пожелать нашей республике, что мы благополучно, достойно вышли из этой тяжелой пандемии, с малыми потерями и приступили к нормальной, спокойной жизни. По поводу сегодняшней награды, что я могу сказать? Во-первых, это очень неожиданно. Вчера вечером мне уже позвонили и предупредили, чтобы я пришла на торжество. Поэтому я безумно рада. И сотрудники могли сохранить это все в тайне. Это вдвойне радостно. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в республике, активно развиваются и другие отрасли экономики, культуры и социальной сферы. Звание народным писателем Крачева-Черкесии был удостоен Ислам Хубеев. Любой труд должен быть, во-первых, оплачен, а во-вторых, он должен быть признан. И вот это признание, наверное, для любого работника любой сферы – это к месту. И я думаю, что это хороший стимул трудиться еще лучше. В этот день государственные и региональные награды получили 36 жителей республики. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия. Заместитель министра внутренних дел по Карачаевой-Черкесии Александр Середа вручил паспорта юным гражданам России. Десять юных жителей республиканского центра в торжественной обстановке получили первые в своей жизни паспорта гражданина Российской Федерации. Мероприятие традиционно было приурочено ко Дню Конституции. Участники торжественной церемонии поздравили ребят с получением главного документа. Пожелали им с честью нести гордое звание гражданина России, быть достойными гражданами страны и не бояться ставить перед собой высокие цели. В ответном слове юные россияне не без волнения обещали быть достойными гражданами и патриотами своей Родины. Кроме основного документа, виновникам торжества вручили Конституцию Российской Федерации памятные подарки и в завершении фото на память. Вакцинация – это самое эффективное и экономически выгодное средство защиты против COVID-19. В Исжигутинском районе помощь пациентам на дому оказывают мобильные бригады. Об усиленных мерах вакцинации расскажет Алла Качиева. Вакцинация позволяет снизить риски не только для конкретного привитого, но и прервать цепочку распространения заболеваний и стабилизировать эпид-процесс. Для большего охвата населения в Исжигутинском районе помимо стационарных пунктов работают четыре мобильные бригады. Передвижная медицинская служба, в составе которой врач и медицинская сестра выезжают в населенные пункты. Медицинские работники на месте проводят осмотр и необходимые несложные обследования. И только потом вводят вакцину. Обязательно перед вакцинацией мы должны посмотреть общий анализ крови, общий фон, нет ли на данный момент у человека какого-либо вирусного заболевания или инфекционного заболевания. И обязательно нужно посмотреть антитела, титры антител, переболел ли человек вообще и какая цифра на данный момент у него. Если антитела превышают норму, на данный момент ему вакцинация не нужна в пределах трех-четырех месяцев. А если титры антител низкие, естественно, ему нужна вакцинация обязательно, особенно людям с хроническим заболеванием, так как они переносят очень тяжело. На сегодняшний день в Узжигутинском госпитале проходит лечение 125 человек. В самый пик здесь число больных достигало более 250. У вакцинированных, вот недавно выписали мы семью, вакцинированные, они болели не тяжело. У них были проценты поражения, они не получали биологическую активную терапию, типа октембра, артлеги, они не получали. Они вышли на обычную терапию, на гормонах, на противовирусную терапию. Видя всю эту картину, люди спешат вакцинироваться и уже ревакцинироваться. И всем советую делать вакцинацию, потому что это даже от гриппа защищает. Я не болела в течение этого времени ни гриппом, ничем. В Узжигутинском районе подлежащее число вакцинации от COVID-19 – 29 тысяч человек. На данный момент прививки сделали 17 тысяч. Желающие могут сделать уколы во всех врачебных амбулаториях, участковых больницах, ФАПах, поликлиниках микрорайона Московский и Узжигуты. Также на помощь малобобильным гражданам и лицам старше 60 лет приходят поликлиники на колесах. По ранее утвержденному графику, мобильные бригады выезжают во все населенные пункты. Вот как показывает опыт, от вакцины еще никто не умер. Делая вакцину, еще никто не умер. Но не делая его, могут умереть. Просто просьба к всем, чтобы они сохранили свои жизни, берегли свое старшее поколение. Да, дети могут разносить инфекцию, но дети легче болеют. Но старшее поколение, где они с ними непосредственно контактируют, они болеют очень тяжело. Хотим сохранить старшее поколение и чтобы была у нас здоровая нация. Алла Качиева, Зумрат Халкечева, Мухаммед Ашубоков. Вести Карачаево-Черкесия. Узжгутинский район. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 72 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 30 тысяч 43 человека. Из них 26 тысяч 865 выздоровели, 513 человек госпитализированы. Ну и сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 2 плюс 3 в горах до 7 градусов мороза, а днем до плюс 11 и местами 16 градусов выше нуля. В Черкесске без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночи 0-2, а днем 9-11 градусов выше нуля. Три причины купить шубу в вятских мехах. Первое. Низкие цены. Второе. Еженедельные новинки. Третье. Куртка в подарок. Кавказская 42. Напротив ТЦ «Панорама». Продолжаем выпуск. В МВД Республике прошел брифинг на тему противодействия коррупции. Со сравнительным анализом с прошедшим и подробным отчетом за текущий год выступил начальник 2-го отдела управления экономической безопасности МВД по Карачаево-Черкесии Рустам Хатуев. Так, по его словам, в текущем году на территории Республики сотрудниками полиции выявлено 78 преступлений коррупционной направленности, 24 из которых совершено в крупном и особо крупном размерах. Противодействие коррупции – одна из главных задач всей правоохранительной системы, поставленная президентом страны. Министерство внутренних дел призывает население активнее содействовать полиции в борьбе с коррупцией. Обо всех коррупционных проявлениях можно сообщить по телефону номера, которых вы сейчас видите в углу экрана. Производство предварительного расследования окончено по 117 уголовным делам из числа находившихся в производстве. В 2020 году было окончено по 139 уголовным делам, что составило минус 15,8%. Установлена причастность к совершению данных преступлений – 62 лица. Общая сумма причиненного материального ущерба от преступлений коррупционной направленности составила 54 миллиона 799 тысяч рублей. Обеспечено возмещение на сумму около 8 миллионов 871 тысяч рублей. Выявлено 5 фактов взяточничества. В 2020 году 16 фактов было выявлено. По статье 290 УК РФ получения взятки должностным лицом выявлено 2 факта. Аналогично в прошлом году было выявлено 6 фактов. По статье 291 Прим-2 УК РФ, мелкое взятое числества, выявлено в текущем году 3 факта. В прошлом году 5 фактов было. По статье 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу» в прошлом году было выявлено 5 фактов. В настоящее время не выявлено ни одного факта. На пороге самый яркий и любимый праздник – Новый год. К этому дню все готовятся заранее, продумывают меню и новогодний стол. Помимо мясных блюд приветствуется рыба и красная икра. Купить качественную свежую рыбную продукцию можно на ярмарке. Рыбаки Камчатки, приехали в Черкесск, представляют широкий ассортимент морепродуктов. Светлана Шаганова о красной рыбке и не только. Осенью организму особенно необходимы полезные и качественные жиры. Поэтому специалисты по питанию советуют включать в рацион жирную рыбу. А купить настоящую, вкусную и ароматную можно на ярмарке. Рыбаки Камчатки привезли огромный ассортимент свежей рыбки. И вот она на прилавке во всей своей красе – царица лососевых – чавыча. Самая красивая и самая вкусная – это чавыча царицы лососевых. Также есть кижуч на сегодняшний день, есть кита, есть горбуша, есть палтус. Палтус считается самая жирная рыба, но она самая полезная и самая диетическая, потому что она хорошо усваивается у нас в организме. Есть белорыбеца – это северная рыба. Она тоже очень вкусная и тоже полезная. Одна из самых деликатесных рыб – палтус. Его особо ценят любители вкусной и полезной еды. Посмотрите, какой у нас палтус на сегодняшний день. Просто шикарнейший палтус. Постоянный гость на наших столах – сельдь. Она является хорошим источником нескольких минералов, включая железо, цинк, фосфор, калий. Самые ценные источники омега-3 – это жирные сорта рыбы. И поэтому рыбка на ярмарке – то, что надо. Ну и, конечно, красная королева – икра. Можно продегустировать и выбрать по вкусу. Принято считать, что у самой вкусной икры должны быть самые большие икринки. И вот они перед вами. Кстати, укрепляет иммунитет. Большой выбор консервов, кальмары, мидии. Ярмарка рыбной продукции будет работать до конца недели в Центре развития предпринимателя на Горького-8. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите сериал «Тайны следствия». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!